Жалобы, 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 претензии, нарекания. Жалобы, 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 плохие воспоминания. Реальные события, курьезные случаи, театр абсурда. Все это каждую неделю показывает наша книга жалоб и я, Антон Александров. Здравствуйте. Запал и сяк, так считают жители Университетской 23. Здесь начали производить благоустройство двора. Спланировали территорию для установки искусственного газона. Даже привезли его в рулоне. Только дальше дело не идет. Качели советских времен ремонтировать, видимо, никто не собирается. Да и какие появятся здесь новые, не ясно. Каждый день местные жители ожидают рабочих и сторожат привезенное добро. Только вот когда именно начнут производить запланированные работы, люди понять не могут. Все засыпали. Вот это все. Три недели никто не появляется. И теперь ждут, когда? Как обычно, осени. Когда снег выпадет, тогда начнут все делать. По информации районного Акимата, здесь произведут установку универсального корта. Подрядчик уже определен и работы начат аэропорт у чиновники. Завершить преобразование в этом дворе намерены до конца июля. Облагородить двор просят жители Камалю Десембекова 45, 47, 51 и 53. Дело в том, что игровые элементы постепенно приходят в негодность. Зеленый газон уже протерся, а установленные качели покосились, а где-то и сломались вовсе. Нет, здесь и песочницы возмущаются местные жители. Переживают из-за близкого соседства с проезжей частью. Из-за отсутствия ограждения игровой зоны, дети могут запросто выбежать на дорогу. От этого недовольство, что игровая зона рассыпается на глазах. Здесь у нас лодочка была, да? У нас тоже сломанная лодочка. Все посломали, все порушили. Стихийную свалку пытаются предотвратить жители Муканова 18. Там, рядом с контейнерной площадкой, скапливается крупногабаритный мусор. Помимо жилых строений, рядом находится ряд социально значимых объектов, поэтому ненужный хлам собирается быстро. Здесь и картонные коробки, и старая мебель из пиленой ветки. Все это каждый день вынуждены наблюдать жители Муканова 18, выходя из дома. В итоге, все, что полегче, ветром разносится по прилегающей территории. От этого и возмущение. Старая мебель, строительные отходы и покрышки от автомобилей. Все это можно запросто найти возле 25-го дома в 16-м микро районе Майкудука. Рядом с контейнерной площадкой разрастается свалка негабаритного мусора. От этого и переживания местных жителей. В жаркую погоду все это может запросто вспыхнуть от непотушенной сигареты. Деревянные конструкции старые, а лежащие здесь пиленые ветки уже сухие. Вот и переживают местные жители за состояние территории, прилегающей к их дому. Это валяет у нас уже с апреля месяца. Вот мусор, видите, вот это с контейнера забирает, а так нет. Боятся повреждений дома или припаркованных авто жители 23-го микрорайона. Там во дворе 24-го и 46-го домов находятся высохшие деревья. Они достаточно массивные, выше пятиэтажки. Ветренную погоду угрожающе трещат. Об этой проблеме местные жители говорили не раз. Только вот ситуация с мертвой точки все никак не сдвинется. Люди переживают, что падение сухостоя может нанести ущерб. Совсем рядом пролегает востребованная внутриквартальная дорога. Да и люди пешком ходят. Именно поэтому местные жители просят произвести подрезку сухих деревьев во дворе 24-го и 46-го домов в 23-м микрорайоне при Шахтинском. Состоянием водопровода в переулке Кислородной обеспокоены местные жители. Периодически здесь возникают утечки. Только их устраняют путем забивания чупиков. Где-то живительная влага сочится из-под земли, напитывая почву в округе. От этого сырость в погребах, да и фундаменты домов осыпаются. Вот и просят местные жители отремонтировать водопровод на улице. Уже не раз по этому поводу писали заявление и обращались по инстанциям. Только ситуация все никак не сдвинется с мертвой точки. Между домами 17 и 18 утечку не удается ликвидировать уже почти год. Вот здесь как бежало, так и бежит. Вот здесь вот забили чупик. Получается, вот у нас вся улицу затопило, вот грязище. Приехала аварийная. Раскопали, открыли колодец, забили чупик. И все на этом. В компании Караганды-Су говорят, что в 2013 году здесь произвели замену 80 метров водопровода, проходящего от 18 до 28 дома. Возникающие аварии в плановом порядке ликвидируют бригады Михайловского цеха водоснабжения. Между тем проблемный участок коммунальщики обещали включить в план замены 2024 года. Разметкой на дороге возмущены автолюбители Майкудука. Эта дорога делит два микрорайона – Восток-2 и Восток-3. Здесь же заезд в гаражный массив. Только попасть туда бывает непросто. Преградой служит разметка на дороге. Начертили ее здесь недавно, хотя раньше водители ездили спокойно. Теперь же выехать или заехать в гаражный массив – значит нарушить правила дорожного движения. Кто с гаражей выезжает, вот наезжает на эту сплошную, мозги парят, штрафуют. Но это что за беспредел такой? И на это время нашей программы «Стекло». Если вы готовы поведать о своих коммунальных наблюдениях, то смело фотографируйте их или снимайте на видео. И все это с описанием отправляйте в нашу редакцию посредством WhatsApp-сообщений или в Telegram. На номер 8700-150-5061. Все собранные материалы публикуются раз в неделю во вторник. До встречи в эфире. Жалобы, 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 претензии, нарекания. Жалобы, 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 плохие воспоминания. Жалобы, жалобы. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...